Дорогие друзья, здравствуйте! Очередной информационный блог от Славянской Церкви Адвентиста Седьмого Дня в городе Сакраменто. В этот раз записываю его чуть пораньше, потому что есть очень важные объявления, которые хочу сказать, и они касаются тех событий, которые будут на протяжении этой недели. Но начну все же, как всегда, с информации о ближайшей субботе. В эту субботу нас будет проповедовать пастор нашей церкви Александр Ханчевский, поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение, чтобы это было большим благословением для каждого из нас. Также хочу напомнить, что в 5 часов вечера мы продолжаем нашу программу по изучению Священного Писания, и я жду всех вас в малом зале. Прошу вас, приглашайте ваших друзей и знакомых, так как это уникальная возможность познакомиться с теми библейскими истинами, которые являются основанием нашей с вами веры. Ну, а в 6 часов вечера наша молодежь ждет вас на служении ГЛОУ. Ну, интересная тема, духовная атмосфера, возможность вместе прославить нашего Небесного Отца. А теперь несколько слов о том, что нас ждет на этой неделе еще. В среду, то есть завтра, наши клубы приглашают наших детей, наших подростков на встречу. Это клуб искателей приключений, клуб следопытов. У них такая предканикульная встреча, так что будет праздник. Приглашаем всех во сне пропустить эту встречу. Ну, и есть информация к родителям. Хочу сказать, что в это время, то есть завтра с 6 часов, у нас на парковке будут наши друзья из реабилитационного центра, которые будут продавать яблоки. Как они не сказали, будет 4 сорта яблок. Все они из их сада, они все органик, очень вкусные. Так что всех вас приглашаем воспользоваться этой возможностью. Ну, и помните, каждый раз, когда мы покупаем у них продукты, мы помогаем им в их служении, которое направлено на помощь людям, которые зависимы от наркотиков, от алкоголя или от других разных зависимостей. Поэтому, помните, детей приглашаем на встречу клубов следопытов и искателей приключений. Ну, а родителей приглашаем приобрести вкусные яблоки для вас и для ваших семей. Также хочу сказать, что в эту пятницу на кладбище Тихая Гавань в час дня будет проходить похоронное служение Валентины Жигаю. Поэтому, если у вас есть возможность, мы будем очень рады, если вы сможете прийти и поддержать родных и близких, которые понесли такую тяжелую утрату. Еще раз напомню, в эту пятницу в час дня на кладбище Тихая Гавань. Это были все объявления, которые я хотел сказать из нашей рубрики. Перехожу к молитвенному блоку. Конечно, в связи с похоронным служением я прошу вас молиться за семью Вали Жигала, за ее мужа, за сыновей, за внуков, детей, невесток. Потому что, повторюсь, это очень тяжелая утрата для всех них. Поэтому, пожалуйста, вспоминайте в ваших молитвах о них. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, чтобы Бог поддерживал ее тоже, в этой болезни ее. Просим также молиться за приезд молодежи из Майла, школы-интернат нашей адвентистской. Мы вам об этом уже говорили и в прошлую субботу, и в прошлых объявлениях. Уже в это воскресенье ребята приедут к нам. Так что молитесь, чтобы все было благополучно в пути. Ну и, конечно же, мы продолжаем молиться за ситуацию, которая сейчас на Ближнем Востоке, и ситуацию, которая связана с войной в Украине. Очень хотелось, чтобы Бог использовал это только в благо людям, как это возможно. Чтобы в этих даже трудных обстоятельствах люди познавали его, стремились к нему. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы все эти военные конфликты прекратились. Чтобы люди больше не гибли и не страдали от всех этих трагедий. Поэтому, пожалуйста, молитесь за все эти просьбы. Ну и заключение небольшой текста Священного Писания. Это книга притчей, 14 глава и 11 стих. Тут написано. Дом нечестивых будет разрушен, а шатер праведных будет процветать. Это чудесное обетование, которое говорит нам о том, что Бог будет заботиться не только о нас, но и о наших детях, о наших внуках и правнуков. Сколько Бог подарит жизни на этой земле, если мы будем искать Его и Его воли в нашей с вами жизни. Как написано в заповедях, благословлю до тысячного рода. И я верю, что эти обетования обязательно сбываются и будут сбываться и дальше. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на наших богослужениях в субботу у нас в церкви. На всех встречах, которые будут в среде недели. Или же, если у вас нет возможности быть вместе с нами физически, ждем вас на наших онлайн-встречах. Всего вам хорошего, дорогие друзья.